Сегодня члены общественной палаты Карачаева-Черкесии провели выездной мониторинг ряда организаций для маломобильных граждан. Вместе с ними в региональных отделениях всероссийских обществ слепых и глухих побывала и наша съемочная группа. Репортаж Артур Мхце. Практически город для инвалидов по зрению недоступен. Без сопровождающего и без социального такси практически недоступен. Представители общественных организаций Карачаева-Черкесии периодически проверяют региональную столицу на предмет доступности тех или иных объектов для маломобильных групп населения. В Черкесии в целом многое делается для улучшения ситуации. Однако проблем, к примеру, для слабовидящих на улицах города еще предостаточно. Учитывая инвалидность по зрению у людей, они ограничены в информации до 95%. Поэтому без трости, без сопровождающих практически инвалидам по зрению очень сложно передвигаться и по городу, и в транспорте, в городском транспорте. Ну вот в данный момент мы находимся на объекте, где постоянно инвалиды по зрению проходят курсы реабилитации, проходят мероприятия для них, проходят избирательный участок городской, здесь работает предприятие, на котором работают инвалиды по зрению. Однако даже сам подход к зданию общества для некоторых посетителей является проблематичным. Поручни имеются, но идти приходится по бугристой дорожке, состоящей из смеси гравия и грязи. На что обратили внимание и представители региональной общественной палаты, которые проводили мониторинг объектов с массовым посещением маломобильных граждан. Я как председатель комиссии по социальной политике, я специально обозначаю данное направление, думаю, что такие выездные мероприятия, они помогают лучше понять ситуацию на местах. То есть мы воочию видим, что сделано, над чем нужно работать. И наша помощь здесь в чем заключается? В том, что мы мониторим, то есть мы отслеживаем конкретное положение дел в ситуации с инвалидами. И мы предлагаем какие-то конкретные меры для решения. Общественники осмотрели и сами помещения, где люди с инвалидностью по зрению проходят реабилитацию, занимаются творчеством, спортом, трудятся на предприятии. Для комфорта маломобильных горожан здесь создано многое. Осталось сделать так, чтобы и сюда они могли попасть без каких-то проблем. Пройти с одного места в другое инвалид по зрению, колясочник, он зачастую не в состоянии. Вот что может общественная палата предложить в данном направлении для этих категорий, точнее для решения их проблем? Ну видите, как вы же понимаете, роль общественной палаты, она заключается в связи, в налаживании и в реализации связи между определенными сегментами общества и органами власти, которые способны решить данный вопрос. Что касается доступности данного объекта, общественники планируют обратиться в мэрию Черкеска для приведения пешеходного участка в надлежащее состояние. Чуть позже мониторинг прошел и в региональном обществе глухих. В этот момент специалист диспетчерской службы общался с одним из 370 подопечных. Как рассказали представители общества, главная их проблема – нехватка сурдопереводчиков. В остальном у них есть все необходимое. Затем члены общественной палаты отправились в интернат имени Лотоковой, где обучаются детки с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты проверили доступность учреждения, а по окончании мониторинга составили список предложений для улучшения качества жизни маломобильных горожан. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия.